Приветствую бойцы, продолжаю я рубрику ангар новичка и вроде бы я говорил, но все-таки стоит повториться, то что подбор в игре во роботов происходит не по прокачке робота, вот робот у меня 7 левел, 6, 6, не по прокачке вооружения, не по прокачке пилота, 8 левел пилота, а подбор происходит, союзники и враги подбираются именно по лигам, нажимаете на кубок и смотрите вашу лигу. У меня лига сейчас серебряная, серебро 3, то есть мне подбираются игроки из серебряной лиги плюс-минус 1 лига, если подбор плохой, допустим как в мастерах, в чемпионах играете, к чемпионам если подбор онлайн плохой подгидывает мастеров, если подбор, допустим играете утром онлайн маленький, то подкидывает еще и экспертов. Смотрим лиги, какие лиги всего есть, вот, играете в чемпионах на основном аккаунте, мне подкидывают мастеров, если совсем все плохо по онлайну, подкидывают еще и экспертов, то есть плюс-минус 3 левела, 3 лиги, то есть. К чему это приводит подбор по лигам, то есть вы должны быть готовы, что вы играете на сталкерах, на доке, на Наташи, как в моем случае, и может произойти неприятная особенность, неприятная естественно для вас. Вот был бой, я его записал, но показывать вам не буду, там ничего интересного нет. Смысл тот, итоговую таблицу я вам открываю, перематываю, первое место у меня по урону, все прекрасно у меня, показываю вам сейчас игрока H3, H3, вот H3, и у него внезапно ARES в ангаре. Напоминаю, что ARES, если вы вдруг не знаете, это X-Top, то есть робот, который был совсем недавно самым лучшим роботом в игре. То есть он на одном этом роботе вполне по силам может просто убить всю нашу команду, если соответственно наша команда будет там Лео, там Наташи, там сталкеры и тому подобные бегать. Естественно, если он будет играть грамотно. Так в нашей игре можно любого робота слить за пару секунд. Ну, наверное, единственное исключение роботы-танки. Танками просто подольше сливаться, даже если у вас руки растут совсем не с того места, ваш выбор это роботы-танки. Тогда танки, так скажем, руки немножко, так скажем, выпрямляют, дают второй шанс, третий шанс, то есть можно совершать ошибки на танках. ARES, робот хп-шки малов, так скажем, дамагер самый настоящий, каким был в свое время Спектр. Много дамажит, но живет недолго, если вы играете неаккуратно. В общем, я отошел от темы, в общем, вы можете нарваться на топового робота. Но, естественно, ARES уже не топовый. И в этом же бою у меня глаз, после того, как я увидел ARES еще больше, к широко раскрытым глазам, мне добавился еще широко раскрытый рот. Потому что буквально-таки через минуту, как я увидел ARES, я увидел, обратите внимание, на игрока Лео, клан Скай. Скай это китайский клан. И он играет вот на такой машинке. Ну, вы уже увидели. Вот. Лич на молотах. Парень неопытный. Где-то. В общем, у него тоже там где-то 200 побед примерно. Лига Серебро 1. Роботы все старые. Вернее, роботы новичковские. Ну, роботы старые. Новички играют на старых роботах. Раньше роботы эти рулили. Сейчас уже давно-давно не рулят. Раньше и Верифинг был топовым роботом. И у парня Мишки самый настоящий топовый робот на сегодняшний момент. Он еще не понял, как ему повезло. Я думаю, 100% он выпал случайно ему. Он открыл его из ивента, который недавно закончился. Некоторым везет, некоторые получают. Ну, соответственно, некоторым не везет, как, допустим, мне. Лича мне не досталось. Ему повезло, и он поставил на него не очень хорошее вооружение. Я ему рекомендовал бы поставить пульный ШРТ, чтобы разрывать все и вся. И играть на роботы Личи от способностей. Пока способность перезаряжается, сидеть в укрытии, немножко подстреливать, возможно, выставляя слоты вооружения. Способность перезарядилась. Захватывайте врага, применяйте свою способность и выскакивайте, старайтесь убить как можно больше игроков. Пульный ШРТ это не то, что лучшее вооружение. Это лучшее вооружение для начальных лиг, для новичков. Естественно, потом лучше заменить его на шторм, а то и лишь на короны. Ну, если вы хотите много дамажить и дешево и сердито, так скажем, то если в этом случае вам нужно поставить 4 тарана, полторы тысячи голды. В этом случае вы будете очень хорошо дамажить на расстоянии 350 метров. Так, заболтался я. Наша основная рубрика сейчас это великий, супер могущественный сайт, где просто складец всей информации по игре вооробоц. Правда, небольшой нюанс, он не русифицирован. Вот, встречает нас такая интересная ташка. Платьишки. Весьма симпатично смотрится. Итак, на этом сайте или нажимаете, или просто наводите курсор, если допустим на компьютере, и смотрите прокачку. Давайте прокачку посмотрим Лича, топового робота в настоящий момент. Вам очень повезло, или вы задонатили, или просто открыли сундучок за 100 ключей, но ивент закончился, сейчас только за ключи можешь за тысячу открывать. Кто не знает, топовый робот сейчас находится здесь, после ивента. Переместился в контейнер за тысячу ключей. Шанс выпадения, естественно, маленький. И в супер игре. Шанс выпадения, тут примерно сколько роботов, они все, по идее, по логике шансов падения у всех одинаковые. Итак, прокачать все это дело удовольствие. Стоит 200 миллионов серебра и прокачивается 34 дня. До 12 МК2, то есть топовый левел, это еще 200 миллионов, всего лишь 400 выходит в сумме, и 64 дня прокачки. В общем, сайт полезный. И также на предыдущем ролике для новичка я сказал, прокачка пули ШРТ 300 миллионов серебра. Ё-моё. Ну, в общем, заговорился я. 30 миллионов, естественно, 30. Это вооружение классное, так скажем, тоже, да. Если брать вариант, что у вас нет вообще голды, получаете, покупаете серебро за 10 тысяч серебра или за 20 тысяч серебра, и в принципе можно неплохо даже играть в чемпионской лиге. Но лучше комбинировать пулеметное вооружение с какими-то дробошами, потому что пулеметное вооружение перезаряжается целых 10 секунд. Если у вас одновременно все пулеметы ушли на перезарядку, а на вас нападает враг, вы не сможете дать ворогу отпор. Поэтому я рекомендую пулеметное вооружение комбинировать с допустим дробошами. И пулеметное вооружение прокачивается 31 миллион, в общем, 32 миллиона серебра и всего лишь за 5 дней 19 часов, ну, это округляем 6 дней в итоге. Дешево и сердито. А мы давайте полетели в бой, что-то затянулся, заболтался я. Буст должен работать, 2 буста, да, бусты заканчивают. Один бой будет с бустами, второй бой будет без бустов. Естественно, без бустов играть тоже не рекомендую вам. Используйте бусты на ключи. Ну, и если вы удачили, или, по крайней мере, верите в удачу, верите, что может вам повезти, открывайте контейнер за 1000 и получайте топового робота лич. Ну, мой прогноз, так вангую, ориентировочно, что в течение года возможно робот побудет им бой и никто его с этого пьедестала не спихнет. Но у нас в игре как-то все непредсказуемо, все весьма, весьма нестабильно. Итак, естественно, беру сталкера. Сейчас я записываю, если кто особо глазасто увидел, на эмуляторе мему. Больше мне нравится этот эмулятор. Все эмуляторы, как я понимаю, китайские, все эмуляторы глючные, LD плеер. Почему-то сам по себе бывает у него прекращается стрельба. Стреляя я поворачиваю влево-вправо и почему-то именно у меня сам по себе бывает прекращает стрелять. Поэтому я немножко пересел, так скажем, обратно на мему. Но мему просто так не устанавливается. Ну, давайте, ладно, не по теме разговариваю. Поставил я старую версию мему, установил игру, потом, соответственно, обновил старую версию данной версии 7.0.1. Если сразу ставишь, по крайней мере, у меня так, если ставлю сразу новую версию 7.0.1, то там у меня почему-то плохая графика. В общем, тоже, блин, приходится колдовать. Сейчас меня будут разбирать, вот я вижу. Конечно, мой сталкер без перезарядки стреляет, весьма это симпатично, весьма круто, весьма много дамага может заливать, но на новичковском левеле, да, Наташа и Лео это два танка. В чемпионской лиге танками считаются Финрия и Фалкон. Потому что имеется сопротивление урону. У этих нагиб машин, нагиб танков начального левела сопротивления урона нету, но у них повышенное количество хпшки, поэтому их весьма проблематично убить, тем более сталкеру с двумя всего лишь слотами вооружения. Ну а сталкер хорошо бегает по маякам, просто чудесно, скорость максимальная, ох ты, меня уже прошинковали, скорость максимальная, сразу же на первом левеле. Ай-яй-яй, использую их способность. У Гриффина хпшки, конечно, многовато, но поменьше, значительно меньше, чем у Леонтьева. Я отступаю, отступаю. Все, сломали мне ноги, всего лишь два маяка я захватил, большое скопление врагов, мне нужно было, скорее всего, побежать на вражеский респовый маячок. Совсем не туда я пошел. Так, пулеметчик, анкопулеметчика, иди в ангарский, наверное. Вот, пулеметы пошли его на перезарядку, и он, все, 10 секунд вообще не в боеспособности. Поэтому, если вам нравится Гриффин, рекомендую два пульных РТ и два Гаста на него сверху прилепить. Ну, если по каким-либо причинам вам не нравятся Гасты, хотя вооружение классное, два шторма, два шторма и два Гаста в общем, лепите. Но, видите, это будет уже дороговато по Галде. Но шторма может выпасть из сундука за 100 ключей. Но мне, сколько я играю, ни разу не выпадало, насколько я помню. А играю я уже давно-давно-давно. Ну, по крайней мере, недавно не выпадало. Возможно, когда-то там стародавние времена и выпадало. Но, по-моему, в ближайший год прошедший не выпадал мне шторм из сундука за столичек. Ну что, кто ему энергобарир снимет? Где там герой? Где герой сегодняшнего дня? Хорошо энергобарир снимается дробошами. Вот, Гриффин пострелял с арканов своих и всего лишь немножко энергобарир повредил. Сейчас мы снесли легко фьюджина, потому что стреляли толпой. Объединили наши усилия. И вам рекомендуют стрелять по врагам вместе. Видите, ваш союзник заливает по кому-то из врагов. Вы берете и правильно стреляете не потому по ком хотите, а потому по ком стреляют ваши друзья, верные помощники. И всегда стреляет лучше всего по недобитку. Видите, что враг дико-дико поврежден и вы, соответственно, я знаю, ты сейчас будешь тулубасить сбоку. Давай, давай, давай. Хочешь с пулеметами пободаться? Ну давай, пободаемся. Тулубасы, конечно, вооружение классное, но он долго перезаряжается. Если, конечно, вы нарываете на тулубасы с полной обоймой, то вы нехило потеряете по хпшке. В общем, еще раз повторяюсь, доставайте детишке дневник в домашнее задание. Убивайте врагов только тех, у кого маленькое количество хп. Вернее, приоритетная цель для вас, приоритетная, та, у которой меньше всего хп, которую легче всего добить. Пусть, как бы вам не хотелось убить леча, который вы ненавидите, или какого-то грифина, гидриста, на гидрах вам мешает играть, а перед вами, допустим, какой-нибудь доп бегает, 10% хп, убиваете дока, грифина потом добьете на гидрах и на спиральках. И так же, видите, ваш союзник активно там кого-то сливает, вы стреляете не по какому-то там тоже ненавистному вам роботу, который вам перешел дорогу, а соответственно помогаете вашему союзничку. Бежим, бежим. Ясно, что вражеская команда однозначно проиграла, у меня еще в запасе имеется, в запасниках имеется мега супер крутой робот Наташка. Так, сейчас я постараюсь спрятать корпус у робота, выставить слоты вооружения и то есть урон не получать. У нас прицеливание в игре происходит на середину робота, вот мышка показывает где-то примерно посередине, и если вы эту середину спрячете за какой-нибудь бугорок, то есть само, я уже поднял немного лигу, само тело робота опустите в какую-то ямку, то соответственно враги будут стрелять в укрытие. Хотя сверху у вас будут торчать слоты вооружения и вы можете поливать по врагам. Такая интересная особенность игры. Так что имейте это ввиду. Также вы можете свой центр прятать за каким-то укрытием и уже сбоку выставлять слоты вооружения или левый, или правый, если он у вас выступает. Если у вас на корпусе робота слоты вооружения расположены таким образом, что они влево-вправо, так скажем, расходятся. Допустим, хороший пример это ланселот. Робот какой-то расплюснутый, условно так говоря, хорошо выставляет слоты вооружения. Также на АРСах, в общем, на Грифе не можете. Практически на любом роботе можно выставить или слева, или справа слот вооружения. Также играю в гонку за майками, подбор что-то немножко долговатый, Ну, потому что лига еще начальная. Самая лучшая моя карта, самая любимая, из-за высокой динамики. Карта маленькая, и как правило, боитесь все абсолютно веселые, даже если они проигрышные. Мне самое главное, это не победа, а участие. Главное, повеселиться. Даже можно проиграть, но с позитивным настроением, так скажем. А если играть только на победу, я не знаю. По крайней мере, в этой игре на победу точно рассчитывать не надеется. Ну, на 100% на победу рассчитывать не надеется. Потому что в нашей игре очень многое зависит от прокачки и от роботов. В принципе, как вы понимаете, игра мобильная, прицель у них только происходит по горизонтали, поэтому про какой-либо скилл тут говорить, ну, по крайней мере, это мое мнение, некоторые, конечно, совершенно по-другому считают. Я считаю, что игра диванная для получения удовольствия и, соответственно, она полустратегия. В нашей игре экшн-составляющая не важна, в нашей игре важно прокачаться. Прокачать робота, прокачать вооружение, прокачать пилота и потом ты уже будешь в экшн-составляющей, в шутерной составляющей ты будешь неплохо ноги бать. Вот сейчас вы видите Гриффина, про которого я вам говорил. Два шторма и вроде бы два гаста у меня, да? А, нет! Две пинатки у него. Нифига он что придумал. Но у него, видите, шторма, классное вооружение. Что за лаги в нашей киберспортивной игре? Два шторма, два шторма это настолько классное вооружение, что вы даже на нем можете спокойно играть. В чемпионской лиге можете качать его хоть до бесконечности, до 24-го левела. Разработчики называют его 12МК2. И так же, и так же. Блин, оторвало мне один слот вооружения, мне и так два легких слота не сильно замажут, откровенно так скажем. А потеряв один слот, вообще смысл в роботе перестает быть. Вот видите, да, не могу с казаком справиться. И по прокачке, да, 24 левела в игре, но они у нас зациклены. Что я имею ввиду? Где мне появиться лучше? Ну давайте здесь. И на Наташке, естественно. Проходите один круг Агда, это с первого по 24-й левел. После этого за 500 голды вы, соответственно, переходите Марк 2, то есть Марк 2 МК 2. МК 2 это, то есть у вас, если вы все пролете до конца, Красный Дракон не вдумайте покупать и качать. Шлак еще топ. Марк 2, то есть у вас в итоге будет на 20% больше дамага. 20% это довольно существенное значение, поэтому весьма стоит додуматься прокачки в 12 МК 2. То есть после того, как вы стали 12-й левел, нажимаете улучшить, 500 голды с вас снимается за улучшение. Не будет кто-нибудь помогать? И всегда атаковать лучше вдвоем-троем. Вот, помощник придет, сейчас мы будем вдвоем атаковать. Включай щит, паучара, 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 молодец! Вот видите, какой хороший тандем у нас. Наташа ни черта не смогла сделать, просто взяли и разорвали ее. После того, вы нажимаете улучшить, у вас вооружение становится зеленым цветом и первый левел МК 2. То есть, понимаете, первый левел МК 2, то есть, у вас вооружение становится полной фигней. Оно, естественно, на 20% сильнее, чем просто первый левел, но это совсем не то пальто, которое было у вас совсем-совсем недавно, когда у вас был просто 12-й левел. Так что, имейте это ввиду. Надеюсь, вы поняли, про что я говорю. Пытался просто разжевать вам. Ты думаешь, ты меня убьешь? А если я сделаю вот так? Задолбал бегать, Естественно, у меня робот Наташа медленный, как и Леонтьев. Кто-то мне все лупит. Тот с одной стороны, тот с другой стороны. Давай, с тобой справимся. Ты куда убегаешь? А вот и Ланселот, про которого только что вышел, он расплюзнутый и, соответственно, у него что ж такое творится-то, оторвал мне один дробаж. Печально. Печально, но факт, что так это беда случается. У нас захватили наш респовый маячок, маяк другой респовый маячок и кто-то хозяйничает. Просто потерял стыд и страх. А я вижу у нас союзник пытается захватить наш дальний респовый маячок и давайте я ему помогу. Лучше всегда бегать вдвоем трое, напоминаю, и помогать друг другу. Ну что, лаги были, видите, игра немножко так подвисает. Почему-то союзник просто полное у него хп, а наш союзник просто слился. Весьма странно. Ну, слева я не смогу совладать, ибо у меня робот все-таки дамагер. Ладно, понятно. Поедился, иду помогать дальше. Держись, паучара. Все, отлично. Ну, видите, маячок красный, теперь он сможет там респануться. Паук, я бы тебе рекомендовал назад уйти, а? Нет, видите, никто не появляется. Запахло что-то проигрышем, как-то все печально стало, только что у нас было просто подавляющее преимущество, было 4 маяка, а теперь у нас где-то все потеряли мы. Но запас по маякам у нас остался, полоска красная на нуле, и красной команде стоит задуматься, что и как делать. Им нужно срочно захватывать маяки, не предпринут каких-либо экстренных мер, мы победим. Я свой, балбес. Сейчас я планирую, что планирую я, или туда помогать, или туда помогать. Там кто вообще? Непонятно пока. Равен? А, это Паттон. Фу ты, блин, Паттон. Ну давай, Паттон, поборемся. Помогай, помогай, Фура, стреляй по нему. Фура, ты что? Фура, ну ты дура, а? Ты что не стреляешь-то? Я просто в шоке. Ты хочешь по Леонте его подстрелять? А Паттона что не завалило? Короче, Фура пацифистка, вообще ни по ком не хочет стрелять. Я особо не лезу и Леонтьева так неплохо дамажим, но он ведь активировал лечилочку. И заливаю, 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 заливаю. Ой-ой-ой, больно, больно. Ты там не прекращай. Давай-давай, я его, естественно, боюсь. У меня крайний робот. Все, отлично, победили. Док, соответственно, с дробошами вблизи совсем не дружит. Дробоши его работают, как нифиг делать. В итоге, что мы имеем? Сундучок медали. Приятно. Скоржики даже дали. Классно. Начинаем сначала. Почти миллион дамага. Ну, это, естественно, в этот дамаг, почему-то нарисовали дамаг, да, учитывается, почему-то еще и лечение, самолечение. Я бы не учитывал. Все-таки, это графа набитого дамага, и почему туда разработчики запихали самолечение, даже, ну, не только лечение, если вы будете играть на роботе лечащим, также сюда будет все увеличиваться. На этом все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok